Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 на часах и в эфире дневной разворотся и традиционная для среды рубрика «Урбан». «Урбан» – программа о городских проектах. Ведут передачи сегодня Светлана Занько. И Владимир Сметанин. Добрый день. Приветствуем вас. Но сегодня, знаешь, Света, я впервые увидел, что активно начали прибирать центр города. И спецтехника появилась, и рабочие в спецовках появилось. Что-то там ходят, выбирают мусор. Ну, видимо, вот это распоряжение главы администрации в силе, что прибрать нужно город 1 мая в конце концов. Просто солнце заказали, Володь. Солнце заказали. Да, вышло солнце, вышли люди. Возможно, даже ненадолго, всего лишь на один сегодняшний день. Ну ладно, давай не будем долго раскачиваться. Как-то уже обозначать нашу сегодняшнюю тему, представлять наших гостей. Надо сказать, что эта тема готовилась задолго, да, до сегодняшнего дня. И в предыдущих программах Орбан мы как-то вот около этой темы ходили и немножко погружались. И у нас сегодня будет перекличка со вчерашним дневным разворотом, да, когда мы обсуждали тему доступности медицинского обслуживания в конкретном новом микрорайоне нашего города. Чистые пруды. Да, и вот сегодня мы плавно на эту тему обширную и выходим, получается. Да, совершенно верно. Мне очень нравится состав наших экспертов сегодня. Мы стремились, чтобы он был именно такой качественный. И с удовольствием представляю наших спикеров. Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». Юрий Анатольевич, добрый день. Добрый день. Спасибо, что к нам приходите. Всегда отвлекайтесь. Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировские ССК». Денис Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Дмитрий Валерьевич. Добрый день. Добрый день. В общем, сегодня в нашей студии те люди, которые обеспечивают нас с вами новым жильем. 211-101 номер телефона прямого эфира. 211-101. Вы можете, слушатели, подключаться к нашему разговору. Кроме того, голосуйте, пожалуйста, на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Новые микрорайоны Кирова кажутся вам какими? Более чистыми, благоустроенными, чем обжитые районы? Мы имеем в виду центр, да? Или менее чистыми, благоустроенными, чем районы старой застройки? Я не знаю, Володь, на какую жать. Насколько попадает это лично в твое мировоззрение? Да, я просто не знаю. Ну, ладно, хорошо. На сайте хакирова.ру сейчас 100% голосов отдано за второй ответ. Менее чистый и благоустроенный, чем районы старой застройки. А что в ВКонтакте у нас? У нас, да, лидируют варианты ответа как раз-таки за новые районы. Они считаются более благоустроенными и чистыми. Вот все наоборот. Да, чем построены эти... Совершенно, да. Да, видимо, зависит от района. Вот, мы уже, да, за эфиром начали говорить об этом. Юрий Анатольевич подтверждает слова Дениса Леонидовича, который говорит, что район от района сильно отличается. А я еще говорила, что и дом от дома сильно отличается. Это что касается жильцов, в том числе того, как они относятся еще к своему району. Мы, может быть, сегодня тоже затронем эту тему. У нас два часа разговора. Однако начнем все-таки с другой. Мы будем говорить про комплексное освоение территории. Комплексная застройка территории. Я бы сказала, все-таки освоение территории. И оттолкнемся мы от того, что к концу прошлого года должны были быть сформулированы правила. И они сформулированы, да, законодательно закреплены. Поправляйте меня, если я не права. Именно по комплексному освоению территории. Поэтому вопрос нам хотелось бы сразу поговорить с Ириной Васильевной Рубцовой. Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова. Мы сейчас будем связываться с ней по телефону. На каком этапе мы сейчас находимся. Но предварительно вот эту идею нам подал Дмитрий Валерьевич Сергеев. Он сказал, что уже первый район или первая какая-то территория, пока не знаю, как назвать. Сейчас будем разбираться. В городе Кирове именно под комплексное освоение территории сейчас выставляется на конкурс. Что происходит? Наверное, начнем с того, что с 1 января у нас вступили изменения в градостроительный кодекс. Который предусматривает комплексное освоение. Есть много вариантов. По чьей инициативе кто выставляет? Один из вариантов это комплексное освоение по инициативе собственников земельного участка. Соответственно, там конкурс не проводится, потому что собственник этого земельного участка уже есть. То есть конкурса не будет. Так, хорошо. Вот сейчас мы у Ирины Васильевны и спросим все. Ирина Васильевна, добрый день. Добрый день. Начальник управления градостроительства и архитектуры города Кирова с нами на связи. Мы хорошо вас слышим. Ирина Васильевна, расскажите нам, пожалуйста, про этот участок, о котором только что Дмитрий Сергеев нам поведал. Участок, который будет отдаваться и каким образом под комплексное освоение территории. Ну, собственно говоря, отдаваться он, наверное, не будет. Просто будет изменяться некое назначение его по инициативе собственника. Так как участок не муниципальный, не государственный, а частный. Совершенно новый институт появился в Градкодексе. Это комплексное как раз развитие. Такого не было. И это пилотный проект в городе Кирове. Мы рассмотрели предложение на комиссии по правилам земельного поля застройки. Мы уже приняли решение о включении этого участка. Именно с таким типом развития территории. И, собственно говоря, получили проект соглашения, который будет заключен между администрацией города и собственником участка по каким-то взаимным обязательствам. Так, давайте поясним, а где все-таки участок это находится? Это территория бывшего предприятия Крин. Бывший Крин. Велика ли она, Ирина Васильевна, эта территория? Не поняла. Большая ли она по площади? Она не очень большая, потому что там даже не занимает квартала та территория, собственник которого к нам обратился. А можно ли говорить о комплексном развитии территории, если участок даже меньше квартала? Значит, мы предполагаем, что когда начнутся процедуры некие обсуждения, то есть возможность присоединения других собственников, чтобы весь квартал у нас попал в развитие, как мы решили на комиссии. И тогда, наверное, более комплексный подход будет. Хотя, на мой взгляд, это решение, конечно, больше предпочтительно для очень больших территорий, которые можно разбить на кварталы. И там социалку разместить и все остальное. А еще больше даже, чем квартал, в рамках которого находится Крин. А что там вокруг вообще? Нет, в отношении Крина я бы сказала, что там, наверное, больше квартала не получится. Но очень надеемся, что собственники смежных участков присоединятся. А кто там, Марина Васильевна, собственники? Я не могу сказать вам достоверной информации, потому что каждый раз делаем запрос в Росреестр, и собственники меняются, это не наша информация. А что из себя вообще представляет территория и соседние кварталы? Там есть уже какая-то жилая застройка? Или это все промзона? Что это такое? Нет, там жилая застройка. Все прекрасно знают территорию бывшего Крина, ограниченную улицами городской застройки. Поэтому есть вопросы, конечно, по социалке. Есть вопросы. Потому что мы на градсовете рассматривали вопрос. Очень много было замечаний по поводу обеспеченной социальными объектами. Поэтому вопрос еще будет обсуждаться. А какими именно социальными объектами не обеспечен район? Значит, там есть, в принципе, и школы, и детский сад. Нас беспокоят, во-первых, наполняемость, да, какая. Это с образованием мы работаем с департаментом, с нашим. Ну и радио доступности. Потому что есть тоже норматив доступности социальных объектов. Будет ли учитываться как-то там высотное здание, если мы говорим про доступность и наполняемость этого района увеличится количество жителей? Сейчас первый шаг, который мы делаем, мы расчетные показатели включаем для данной территории требования закона. Мы делаем расчетные показатели, которые у нас официально существуют. То есть требования будут такие же, как по другой застройке, которые не предполагают там более каких-то льготных условий. Давайте все-таки назовем улицы, которыми ограничены. Значит, улица Правсоюзная, Карла Маркса, Советская и... Полодарского? Полодарского, да. Полодарского. Это относится, я до сих пор не могу сориентироваться, относится к какому-то историческому центру? Много ли там исторических зданий? Ну, историческому центру оно в зону исторического поселения, конечно, не попало это. Хотя принципиально мы считаем, что это историческая зона, поэтому учитываться, наверное, все обстоятельства будут. Потом все-таки предполагает в комплексное развитие разработку документации по планировке территории, где обосновывающие материалы будут и некие предложения, которые будут связаны как раз с расчетными обоснованиями. У меня есть еще один вопрос. Я готова, Володя, тебе сейчас дать слово, если у тебя что-то. Да, я хочу просто еще поинтересоваться, а что еще будут включать в себя подготовительный этап? Подготовительный этап, этапы как раз, они должны будут разработать документацию по планировке территории с теми расчетными показателями, которые мы установим. Какое время на это отводится? Время на это отводится, ну, по соглашению пока его нет у нас конкретного. Ну, а в целом-то как-то вот сроки можно обозначить? Развитие вот этой территории? Я так понимаю, что это раз по инициативе застройщика, да. И он сам способен уже решать. И он сам будет в праве решать. Да, да, да. Понятно. А есть ли у нас последний вопрос? Вы сказали, что было бы идеально, если бы район развивался не в одной точке, а действительно вот району, тогда о комплексном развитии можно говорить. Есть ли у нас варианты в Кирове, когда уже несколько застройщиков так вот взаимодействовали, и застраивали, и развивали район совместно, да, даже без нового законодательства? Да, практически нет. Нет. То есть каждый пока сам за себя? Ну, как бы, да, на каком-то этапе вроде все согласны друг с другом, а потом, в общем-то, к сожалению, сами по себе каждый. А как осуществляться контроль будет? Вы будете в этом задействованы? Контроль? Ну, у нас будет соглашение, я так понимаю, страна, которая подписала соглашение, будет контролировать некоторые вещи, насколько исполняется аимное обязательство. Понятно. Спасибо большое, Ирина Васильевна, что оперативно отреагировали на наш звонок. Так, Ирина Васильевна, вы с нами еще? Да, да, да. Да, да, да. Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железный». Вопрос еще хочет задать. Ирина Васильевна, добрый день. Да, что делать. Скажите, пожалуйста, вот какие дополнительные возможности получат застройщики при включении таких проектов в проекты комплексного освоения территории? От администрации города, может быть, от области или от федеральных? Ну, наверное, все-таки дополнительно каких-то не будет. Это как раз будет соглашение, что мы сможем сделать для того, чтобы территория развивалась, как помочь застройщикам. Но застройщик тоже должен что-то делать. То есть это не настолько какие-то привилегии, когда принимается решение. Это именно соглашение двух сторон со взаимными обязательствами. То есть вы говорите о некой помощи? А взаимные обязательства-то они со стороны города тоже будут? В чем будут обязательства города? А вот будем договариваться. Сейчас пока еще то, что предложила нам фирма «Маяковская». Они уже свои предложения сделали. Сейчас рассматривает у нас в администрации города некоторое подразделение рассматривает, что бы мы захотели поиметь. Но это больше как раз связано с социалкой. Это город. Наоборот, прошу прощения, чтобы вы могли предоставить, какие свои обязательства могли бы взять. Ага, рассматривается этот вопрос. Хотя бы какие-то идеи. Что там рассматривается? Не знаю, здания какие-то, территории? Что именно? Скорее всего это будет связано с тем, как будет обеспечено социальными объектами в наших учреждениях. Поэтому рассматривает большей частью департамент образования. А, то есть уже имеющиеся объекты. Каким образом их интегрировать? Понятно. Есть еще вопрос? Еще вопрос. Уточнение еще раз. Когда к нам приезжал министр строительства, нам говорили, что проекты комплексного освоения территорий, чем они хороши? Что в случае, если застройщик берет на себя обязательства по сдаче в конкретной локации определенного количества квадратных метров, бюджеты должны обеспечить эти микрорайоны социалкой? То есть сдаешь 100 тысяч, получаешь детский сад, сдаешь 150 тысяч, получаешь еще школу и дорогу. Это, собственно говоря, ничем не отличается теперь ситуация в городе Кирове, когда сдают квадратные метры застройщики, а строят социалку муниципалитет. То есть чем отличается, я не очень понимаю. Нет, ну просто в точной застройке в городе никто ничего не строит, ни школы, ни детские сады. И они там не нужны, потому что локально вписываются в существующую застройку. Наша компания занимается, в принципе, кодами, и площадки гораздо больше, чем площадка в Крине осваиваются. Вот нам хотелось бы понять, вот если мы сейчас будем напрашиваться на включение нас в проекты комплексного освоения территорий, можем мы заявляться по дополнительному развитию территории за счет бюджетов? Наверное, заявляться можно всегда, а уж рассматриваться будет как. Это другой немножко вопрос. Так вот, хотелось понять, мы куда движемся? Есть какая-то стратегия, что мы будем эти проекты развивать, мы будем дофинансировать эти проекты? Либо стратегии нет, а мы посмотрим, как получится. Ну, примерно, наверное, так, потому что институт совершенно новый. Мы в начале пути. Конечно, в начале пути непонятно. Какие-то дополнительные, может, разъяснения, потому что нигде, собственно говоря, каких-то более конкретных разъяснений, что можно получить, что нет, они появляются, к сожалению, намного-намного позже. Все, Ирина Васильевна, мы вас поняли. Спасибо. Благодарим, благодарим. Сейчас мы прервемся. Дмитрий Валерьевич, тут упомянули с его предложениями, наверное, после перерыва небольшого. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Комплексное развитие территории «Взгляд девелоперов». Вот тема нашей сегодняшней программы. Здесь в студии Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железная» Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировские ССК» Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Только что до перерыва мы выслушали Ирину Рубцову, начальника управления городостроительства и архитектуры. Но я думаю, что многие слушатели сделали для себя открытие все-таки. Вот эта территория, завода Крин, это теперь комплексное освоение территории. Пока нет, появилась первая компания, которая в соответствии с новым законодательством, вступившим в действие с начала этого года, рассчитывает на то, что может заявиться именно на комплексное развитие территории, пока что в рамках принадлежащего участка, да принадлежащего Маяковского участка в районе завода Крин. Что вас подвигнуло вообще попробовать пойти в эту программу? Потому что пока вот не «Железно», который изначально позиционируется, компания, которая комплексно развивает территорию, не КССК, крупнейший застройщик в нашей области. Я так понимаю, с такими предложениями в город не выходили? Вы почему рискнули? И что вы хотите там сделать? Ну, наверное, по порядку. Что мы хотели сделать? Территория там порядка двух гектаров, то есть ее предприятие выкупило, и в дальнейшем планируют использовать в целях жилищного строительства. Для того, чтобы нам этот проект осуществить, нам нужно какие-то договоренности с городом иметь. И вот законодательство нам теперь позволяет это все положить на бумагу. Что оно дает? Скажите нам несколько слов. Что это законодательство вообще дает застройщику? Значит, у нас в этой территории необходимо сделать проект планировки. То есть нужно эту территорию обеспечить всей инфраструктурой, как коммунальной, так и социальной. Вот в рамках социальной инфраструктуры город все время говорит, что у нас нет садов, нет школ. То есть вот сразу на берегу договориться о том, что предоставляет город в качестве обеспечения социальной инфраструктуры, а что мы готовы построить здесь, на этой территории, для того, чтобы обеспечить комфортабельное жилье для наших будущих жильцов. Предложение, которое мы сейчас направили в муниципалитет, вот в части социальной инфраструктуры, это обеспечение школами существующими, то есть которые уже созданы муниципалитетом, а строительство детского садика на 50 мест осуществляем мы. Сад на 50 мест. А школа, видимо, которая поблизости распала. Там 10-я, да? Ну, там 48-я. 48-я еще. А кто финансирует строительство детского сада? Мы. А передаете городу каким образом? Безвозмездно. Ого. Такая процедура существует? Да. Как раз в рамках заключенного договора о комплексном освоении территорий. И сейчас внесены изменения в 214-й федеральный закон, который позволяет в дальнейшем безвозмездно передать этот объект социальной инфраструктуры в собственность муниципальную. У вас-то какая выгода делать этот соцобъект и передавать безвозмездно? А иначе мы там ничего не построим. Ага. Понятно. То есть вам должны дать разрешение перевести эту зону в зону? Нет, разрешение здесь не нужно. Зона там позволяет использовать ее для строительства жилья. Но для прохождения процедуры проекта планировки территория не обеспечена детскими садами. Опять же, информацию предоставляет нам муниципалитет. А цена вопроса этого детского садика уже известна? Ну, несколько миллионов рублей, давайте так скажем. 50-60 миллионов. 50-60? 50-60. Это на сколько мест я прослушала? 50. На 50 миллионов. То есть, видимо, типовой какой-то объект? 500-600 тысяч на ребенка. Нет, у нас он будет встроенный в первый этаж. То есть здесь мы несколько по прочной системе пойдем. Тогда меньше 2 миллиона. Это такая московская практика, да? Когда строятся дома с детскими садами на первых этажах. Ну, у нас сейчас есть некоторые, скажем, послабления в нормативной базе. И детские сады на первых этажах можно в рамках действующего загадательства построить. А что мы тогда еще имеем в виду, когда говорим комплексное развитие территории? Вот я себе Крин сейчас представляю. Да, мы обозначили эти границы. Действительно, когда это одна какая-то точка вообще о комплексности, трудно говорить. И мы уже с вами заговорили об истории, когда идет взаимодействие, да? Какой-то синергетический эффект получается от действий различных застройщиков. Кто там вас окружает? Вы знаете? Вы с кем-то пытались уже договориться о том, чтобы шире шагнуть? Значит, там существующая застройка, поэтому шире шагнуть уже не получится. Но там есть объекты недвижимости, у собственников, скажем, у которых есть желание в дальнейшем их реконструировать, как-то изменить вид назначения. То есть как раз использовать их для обеспечения людей, которые там будут проживать. Они находятся в рамках или поблизости? По-близости. По-близости. То есть это в этом же квартале есть территория. Это развлекательные, это магазины. То есть вот такой план. Ну вот вся инфраструктура сопутствующая, да, может быть там организована в этих зданиях. Помещения есть, то есть их нужно просто перепрофилировать. А для этого у собственников должно быть понимание, что там будет рядом с ними. Но вы с ними уже вели переговоры. Они, скажем так, сами ко мне пришли с вопросом. Сами пришли. И последний вопрос очень интересует нашего редактора Анну Лапшуну. Она любит старинные здания. Ведь Крин – это же здание чуть ли не историческое. То есть я имею в виду официально нет. Но неофициально – да. То, что в собственности фирмы Маяковской – нет. Нам принадлежит не весь квартал, не весь завод. Окей. А то, что не в собственности Маяковской? Ну, во всяком случае, документально я не видел, чтобы оно было историческими. Ну, хорошо, не исторически документально, ладно. Но я имею в виду, что мы относимся к нему, и оно построено отнюдь не по современным технологиям. И когда ты видишь такие дома, представляешь себе, что что-то, наверное, интересное там будет. Лофты, может быть, какие-то. А это не наше помещение, поэтому я не знаю, что там будет. В дальнейшем собственники его могут переделать под лофты, может переделать под торговые центры, а может оставлять как офисное помещение. То есть здесь собственник будет определять. Тогда я не поняла, а ваше-то помещение где? Они расположены по улице Профсоюзной и Володарского. Ну, и там будет стандартное жилье какое-то? Или это будет сноситься и строится что-то новое? Или будет сноситься и будет. Сноситься и строятся новые дома? Усокие? Девятиэтажки. Девятиэтажки. Стандартные? Ну, эконом-классы. Что там будет, да? Какое вы планируете жилье? Ну, вот такой четкой градации между эконом-классом или элитным его нет. То есть это тот жилье, который мы обычно строим в центре города. То есть кирпич. Это будут не маленькие квартиры. То есть площадь увеличенная все-таки, да? Ну, скажем, если однушка, то где-то 40. Если это двушка, то где-то 65. Если это трешка, то где-то в районе 90-100. Ну, наверное, комфорт, да? Ну, можно так назвать. Я, конечно, скептик нынче, судя по всему, в этой программе. Но я себе представляю сейчас то, что вы описываете как точную застройку, а не комплексное развитие территории. Вот я не вижу никакой разницы. Я не вижу разницы. Будет снесена часть какого-то здания, построенная стандартная девятиэтажка, и что-то там договоримся с городом по поводу соцобъектов. Где тут комплексная застройка, развитие территории? Вообще не понимаю. Как можно будет воспользоваться? Это скорее комплексная точечная застройка. Вот так я бы назвал. Да? Комплексно-точечная. Ну, это город у нас так называется. Два гектара это не такой большой. Два гектара это вполне себе вот так представить можно. А локация не высокая. Я вот еще хотел Дмитрию Валерьевичу вопрос задать. Вот вы пошли на этот новый путь все-таки для компании «Маяковская». В чем видите преимущество этого нового способа договариваться с властью? А у нас другого пути нет. Почему? Потому что ты на этой территории ничего больше построить не можешь, не пройдя процедуру проекта планировки. Ну, так это делают сейчас все. Даже на точечную застройку, на один дом надо делать проект планировки территории. Ну, и в чем тогда отличаться? Микрорайон не обеспечен детскими садами. Нет, в рамках проекта планировки, ну, как делают, я не знаю. Мы, конечно, точечной застройкой так активно не занимаемся. Но обычно делаются ссылки, что детский сад в шаговой доступности найден, школа... В шаговой доступности есть, но есть ответ из управления образования, что в нем мест нет. То есть тебе, знаете, там дорогу закрыли. То есть вы пошли только туда, для того, чтобы решить вопрос детским садам? Конечно. То есть вот это было проблем. Ты не с Леонидом, ты что-то хочешь сказать? Ну да. Подключайтесь. Мне кажется, что обеспечение детскими садами, школами, это все-таки лежит на муниципалитете. Когда идет реновация квартала, реновация, то есть перестройка действующих уже кварталов, то, соответственно, это должно лежать на муниципалитете. Где-то должны они сносить ветхое жилье. Есть в этом квартале, где-то в шаговой доступности есть ветхое жилье, которое сносится, расселяется по программе, по федеральной. И эту землю вместо того, чтобы выставлять на конкурс, на продажу, их можно застраивать вот этими социальными объектами. На какие средства, Денис Леонидович? На какие средства? Это на муниципалу надо спрашивать. На какие средства города? Насчет бюджета. Нашего бюджета? За счет бюджета города. Ну, строятся же. У нас есть садики, которые построены. Есть школы, вот сейчас строятся. Там есть софинансирование федерального бюджета. То есть это есть программа, она действующая. Ну, там, если он не запланирован, а на застройщик готов построить и здание, и детский сад за свой счет, разве это плохо? Ну, это хорошо, конечно, для города. Для города хорошо. Для горожан, для застройщика, для инвестора это не совсем хорошо. Мне бы было это, например, неприемлемо. Почему? Ну, потому что это удорожание квадратного метра идет. То есть у нас президент говорит сегодня, нужно сделать все, чтобы квадратный метр был дешевле, чтобы жилье было для граждан доступнее. Президент в Москве сидит. Он там видит, как Москва обустраивается. Тем не менее, он президент, мы его избрали. Давайте изберем другого, а другой будет говорить по-другому. Но, между прочим, там, где он сидит, в Москве, вот как раз тот способ, который сейчас описывает Дмитрий Валерьевич, когда в ближайшем Подмосковье, в Москве строится здание со встроенными детскими садами, давным-давно распространено. Прекрасно, прекрасно. Давайте посмотрим, сколько в Москве стоит квадратный метр. Себестоимость строительства, что в Москве, что в Кирове, одинаковая. Все остальное это стоимость земли, стоимость инженерных коммуникаций, подключений. А стоимость самостроительства одинаковая. Если у нас год, мы, значит, давайте будем строить детские сады, мы не против. Мы будем строить подземные паркинги, будем строить все, что угодно. Но тогда себестоимость жилья у нас какая будет? Какая будет продажная цена квадратного метра? Сейчас прервемся на двухминутную рекламу. Пожалуйста, слушатели, подключайтесь. 211-101 можете задавать вопросы насчет комплексного развития территории в городе Кирове нашим экспертам. Напоминаю, здесь Юрий Захаров, гендиректор девелоперской компании «Железно» Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировские ССК» и Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается наш разговор с Юрием Захаровым, Денисом Крутихиным и Дмитрием Сергеевым. Мы, наверное, должны подробнее все-таки сейчас обсудить стоимость жилья в зоне, где осуществляется комплексное развитие территории. Небольшой спор у нас все-таки организовался, и многие материалы были прочитаны, как-то разные эксперты расходятся в оценках. Все-таки дороже жилье в таких кварталах, в таких местах стоит или дешевле? Мы еще не писали, что это из квартала, Володь. Мы еще, на самом деле, про комплексную застройку и развитию ничего не сказали. Мы только пример Крина разобрали. А что действительно это такое и как это должно выглядеть? Давай мы сначала об этом поговорим, потом оценим. Да перед этим, видимо, звонок примем, да? Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. У вас вопрос, мнение? Нет, нет, вопрос. Скажите, вот такой, раз тут собрались такие уважаемые строители, вот, может быть, они знают, что будет строиться напротив цирка, где Циолковского был дом культуры, что-нибудь? Спасибо, Александр. Денис Леонидович, по-моему, его главы. Это место продано, есть инвестор, который купил это место, дом Циолковского, конечно, с целью строительства, там много было амбициозных проектов. Сразу скажу, что это не мы, не наша компания, но были эти, был проект, там даже, по-моему, был амбициозный проект с переходом через... Подземный переход? Нет, надземный переход через Аллоя Паруса, через Октябрьский проспект. Ну, тем не менее, пока конкретного решения там нет, насколько я знаю. Хотели сносить и строить что-то новое? Сносить дом Циолковского и строить жилье. Для этого и продавалось в свое время, мы не успели купить. А хотелось. Хотели купить, хотели. Тоже под жилую застройку. Под жилую застройку, да, под точечную, там 0,5 гектара, там малюсенький участок. Но на сегодняшний день там, пока я знаю, что решения нет. Давайте все-таки мы вернемся с вами к... К определению понятия комплексного развития территории. Мы, конечно, обращаемся к министру строительства Российской Федерации, господину Меню, который пропагандирует и популяризирует ее. И в конце прошлого года он говорил о том, что, собственно говоря, те предприятия, те девелоперы, те строительные компании, которые будут комплексно развивать территорию, должны получать преференции в виде в том числе и каких-то правильных денежных кредитов и каких-то иных вещей, которые предоставляет муниципалитет. Ну, в общем, все пока туманно, конкретики нет. Не просто так, да. Там на примере Москвы уже показываются целые микрорайоны, которые застраиваются комплексно. Я вот тоже не очень понимаю, вы мне сейчас тоже расскажете, почему там можно, а у нас нельзя. Как сейчас Денис Леонидович говорил в перерыве, что у нас нельзя. Вот может быть мне тогда Юрий Анатольевич Захаров расскажет, куда мы движемся и почему нельзя или можно комплексно развивать территорию в отдельно взятой Кировской области и в городе Кирове. Развивать такие проекты можно и нужно. Что значит такие проекты? Это проект с полной социальной инфраструктурой. Да, проекты, которые застройщик закладывает на одной локации всю инфраструктуру, необходимую для комфортного проживания, назовем так, в спальном микрорайоне. Соответственно, для комфортного проживания там нужна детская инфраструктура, детские сады, школы, нужна взрослая инфраструктура, это там фоки, парки, медицинские учреждения, дороги, тротуары, велодорожки сейчас модные и так далее. То есть вот все это должно давать вот эта новая локация для жизни. Вот это называется комплексное развитие территорий. Это называется комплексное развитие территорий. Соответственно, делая проекты малого масштаба, втиснуть туда все эти объекты невозможно. Поэтому такие проекты, это локации там от 10 гектар и выше, на мой взгляд, даже, наверное, больше, чем 10 гектар. Вот тогда можно вписывать в эти проекты какие-то вот действительно социальные, именно разнообразную инфраструктуру. Вопрос, можно ли ее делать за счет застройщика, ну, впервые Денис Леонидов рассказывал, я с ним абсолютно согласен, что, ну, надо смотреть на стоимость квадратного метра. К нам приезжают наши коллеги из других регионов, и когда мы им говорим, что наши там цены начинаются там от 33,5 рублей за квадратный метр, они говорят, что у нас строительная себестоимость дороже. А мы продаем по такой цене. Ну, из каких других регионов с кем мы себя сравниваем? Соседи, это не соседи. Казань, соседи. С Ижевска приезжали к нам, вот, крупнейшая компания, одна из крупнейших в России, Запад, строит в Ульяновске более 200 тысяч квадратных метров. Удивляется, что, в принципе, ценник в городе Киеве очень низкий. Почему? Потому что, ну, и конъюнктура такая, это говорит о том, что покупатель готов платить только такие деньги. Больших денег у нашего населения, к сожалению, нет. Если мы сейчас догрузим эти проекты комплексного освоения всей социальной инфраструктуры за счет застройщика, то надо понимать, что это за счет застройщика означает за счет этого же клиента, у которого сейчас нет денег для того, чтобы, ну, хотя бы даже поддерживать тот темп развития рынка, который был два года назад. Он рынок упал сейчас, рынок стагнирует. На 20% сократилось, да, сдача жилья в этом квартале. О чем это говорит? Что плюс 5-10, а то и 20 тысяч рублей на квадратный метр мы должны приплюсовать к стоимости квадратного метра. Вопрос, будут ли люди покупать за такие деньги? Ответ, наверное, очевиден. Наверное, не будут, к сожалению. Поэтому здесь, возможно, только один путь, это совместного развития этой территории с нашим государством, назовем так, потому что под государством мы понимаем федеральный бюджет, и областной бюджет, и муниципальный бюджет. Если с каждого бюджета по чуть-чуть собрать, с более богатого федерального, по чуть-чуть там с областного и с муниципального, мы можем собрать деньги для того, чтобы в этом развивающемся, стратегически важном для города микрорайоне создать всю необходимую социальную инфраструктуру. И этот путь развития, насколько я понимаю, все-таки возобладал в стратегии развития именно жилищной политики нашего государства. Вопрос, что до сих пор непонятны принципы выделения средств. Вот этого принципа я тоже четко пока ни от кого из властей не услышал. Сегодня вот Ирина Васильевна тоже спрашивала. Так, Денис Леонидович, то, что мы говорили в перерыве, надо озвучить сейчас людям в эфире. Ну вот мы обсуждаем комплексную застройку, да, давайте мы разделим, что такое комплексная застройка, а что такое реновация кварталов. То есть вот здесь фирма Маяковская... Мы не говорим не про застройку, комплексное развитие территории. Развитие территории, но здесь реновация квартала, квартала все-таки, а комплексное развитие территории... Здесь это сейчас сторону Маяковской. Да, сторону Маяковской. А вот как Юрий Анатольевич говорил, это от 10 гектаров более, на 10 гектаров тоже ничего не построишь. — Еще один пример. Внутри города сложившегося, соревновавшегося комплексного развития быть не может? — Внутри точно нет. — Развитие может быть. Застройка не может быть. — Развитие квартала, да, реновация квартала. А освоение новых территорий, как вот идет, то есть это идет от 10 гектаров и более. На 10 гектарах тоже ничего не построишь. Можно построить там сколько-то там... — Что там можно построить? — Там можно построить на сегодняшний день 150-160 тысяч квадратных метров жилья, детский садик, магазин. — Ну, может быть, какую-то поликлинику. — Это высокоэтажная застройка, да? — Да, это высокоэтажная застройка. — Но просто чтобы сказать насчет того, что можно внутри города построить, а что снаружи. Потому что мы же, когда обращались к тому же опыту Маяковской и к заводу Крин, мы говорили о том, что очень много сейчас идет разговоров и развивается законодательство, в том числе и в сторону реновации и перестройки промышленных зон, которые находятся как раз в черте города и даже чуть ли не в центре. — Срослись с городом. — Срослись. И что они из себя представляют? Потому что вот вы строите на заводской замечательный вот этот вид на Вятку, а весь этот райончик, который лежит внутри Северного кольца, который красиво... Да, я, в общем, с хорошим воображением человек. И когда я, например, из кристалла, из окон смотрю на этот район, я представляю себе, как красиво могла бы развиваться эта территория, если бы она была реновирована, если бы там не было промышленных предприятий, если бы там были учреждения культуры, общественные разные другие пространства, скверы, красивые дома. Вот тебе великолепный, просто потрясающий и жирный кусок для супернового, замечательного, реновированного микрорайона. Вот мы можем даже об этом поговорить. Почему на этом месте, в городе Кирове, сейчас это невозможно? Но мы об этом сможем поговорить только в следующем часе. А в целом у меня от первого часа пока осталось не очень приятное впечатление, как у человека, который хотел бы жить в современном городе. Потому что мой запрос, он ровно такой, о котором говорит господин Мень. Я хочу, чтобы я жила в городе, в котором комфортная квартира, в хорошем доме, со всеми современными коммуникациями и со всей современной инфраструктурой. Я хочу выйти утром, сесть на свой велосипед или пойти пешком, а не на автобусе, потому что достаточно центра, они очень вели в город. Подожди, ты в Булочную забыл зайти еще? В Булочную за куросаном, да, вниз спуститься я хочу. Значит, отправить спокойно ребенка в школу по какой-нибудь пешеходной зоне или на комфортном современном транспорте. Выйти на работу спокойненько, понимаешь, да? Я хочу, чтобы фонари не заваливались и провода не висели, не раскачивались прямо у меня над головой. Я хочу, чтобы у автомобилей были свои парковки, и люди бы не пользовались этими автомобилями, потому что хорошо работает общественный транспорт, а только выходной на дачу. Я хочу, чтобы застройщики продавали спокойное жилье вместе с вот этой инфраструктурой, которую они же и построили. Издавали бы это жилье целиком с инфраструктурой. И вот это все, что я хочу, сейчас в городе Кирове невозможно осуществить. Давай голосование запустим. Вы хотите, наши слушатели, этого же самого, да? Звоните в следующем часе. Звоните в следующем часе уже, да. Мы сейчас уйдем на перерыв. У нас будут новости, тематические программы и реклама. Дальше продолжим обсуждать этот вопрос. И как раз давайте разберем микрорайон у Северного кольца. Наверняка у вас тоже, как у застройщиков, были взгляды в эту сторону. А у нас, между прочим, архитекторы были на прошлой неделе. Они и дальше шагнули через Вятку, в сторону Коминтерна. Рассказывали про досыпные площади. Досыпные площади, замечательные, значит, высокие дома с прекрасными видами и с инфраструктурой на совершенно новом месте. Что должно сложиться и когда, сколько лет нам на это нужно, чтобы в Кирове этот процесс пошел? И чтобы, как вы сказали, Ирина Васильевна Рубцова сказала нам потом в эфире, у нас есть стратегия, у нас есть застройщики. Они работают вместе, инфраструктура тоже будет предоставлена. Вернемся через 20 минут. Урбан. Программа о городских проектах.